В последнее время развелось очень много сумасшедших, которые стали поднимать свой голос, ну, якобы в защиту или в возрождение Советского Союза. Эта истерия была уже давно. Именно среди россиян, обратите внимание, ни в каких других бывших советских республиках ничего подобного не наблюдается. И только у России так называемые фантомные боли. Ну, это когда отрезают руку или ногу, они потом еще очень долго чувствуют присутствие этого органа. Россию, Российскую империю в данном случае укоротили на 15 частей, и вот у нее фантомные боли в 15 направлениях. Есть очень много каналов, некоторые из них реально даже очень крупные. Мне припоминается канал буйно помешанного Калашникова. Это такой писатель-футуролог, который очень сильно ратовал и до сих пор ратует за создание Новороссии. Игорь Гиркин-Стрелков, там постоянный гость на этом канале. Вот, посмотрите, этот человек всегда сидит в майке, сделанной в СССР. Или вот сейчас, например, вот этот канал, мне его тоже посоветовали. Здесь вообще молодой человек, ну, если Калашников там все понятно, не смог реализоваться в новой формации, тоскуют по-прежней. Здесь явно замороченный тип или просто человек, который работает на заказ, ибо в Советском Союзе он 100% не жил. Поэтому рассуждать о том, что там было хорошо, он не может, так как на себе самом он все это не испытал. Я попытаюсь быть кратким и объясню, почему любые рассуждения, каналы, группы, партии, даже если они организованы, и вот так открыто заявляют о том, что Советский Союз будет возрожден. Как вы видите, некоторые сумасшедшие даже ходят в таком виде, постоянно пялят на себя герб уже несуществующего государства. Я объясню вам просто и доступно, почему никогда никакой Советский Союз ни в каком виде не будет возрожден, и все эти каналы мертворожденные, как и идея, конечно же, абсолютно фантазийная. А для того, чтобы четко понять, нам нужно обратиться к самому названию. Вот я предлагаю оттолкнуться от этого. Знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так вот, в самом названии, состоящем из четырех букв СССР, были допущены четыре ошибки. Давайте попробуем разобраться, что же предполагалось в этом названии. Итак, первое слово – союз. Союза, конечно, никакого не было, ибо вход в этот Советский Союз, как говорят, стоил рубль, выход два. Большинство республик, которые находились в составе СССР, были, конечно, недобровольно, туда приняты, а фактически насильственно. Особенно это касалось республик Средней Азии. Известно. Если вы помните, в советских учебниках, ну так, коротко указывалось о том, что конфликты на территории бывшего Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и так далее, с басмачами, так называемыми, а по сути это были дихкане или крестьяне, таджики, узбеки, казахи, которые не собирались вступать ни в какой Советский Союз. Их просто насильственным путем эти независимые в то время азиатские государства были присоединены. У них была своя собственная культура, свои собственные культурные традиции. Для чего они должны были присоединяться к какой-то русской идее революции, совершенно непонятно. Ну и прибалтийские республики, как вы знаете, вошли, конечно, не добровольно, а принудительно уже непосредственно перед войной в 1940 году. Никто из них в состав никакого Советского Союза до 1940 года не собирался. То же самое в полной мере касалось Украины. И, как вы помните, борьба за независимость Украины велась фактически на протяжении существования всего Советского Союза. То же самое можно сказать и об Азербайджане, Грузии и Армении. Да, по экономическим причинам они так или иначе были поглощены в Советский Союз. Но при первой же возможности все эти 15 государств так называемого несуществующего Союза тут же разбежались во все возможные стороны. Никто за существование Советского Союза, это я говорю абсолютно ответственно, бороться в 90-е годы не собирался. Союз, который просуществовал немногим больше 70 лет, развалился при первой серьезной проблеме. Далее слово советских. Так вот, республики должны были управляться несуществующими советами. Советы это такие группы, куда входили рабочие, якобы крестьяне и интеллигенция в дальнейшем должны были заниматься управлением всех дел. Но мы знаем, что эта форма существовала только на самом начальном этапе, а затем она естественно деформировалась в совершенно уродливую советскую номенклатуру, которая управлялась, конечно же, из одного единого центра в Москве. Все республики так или иначе подчинялись только Москве. Да, в каждой республике была своя столица, но плевать кто-то хотел на решение этих столиц, вернее, они даже не пытались ничего делать без разрешения из Москвы. Да, русские в тот момент расчесали свое величие. Они действительно ощущали себя большим братом или большой сестрой или всем вместе взятым. Самое главное, русские в этой истории стояли посередине или вначале, впереди, неважно. Каков бы ни был праздник так называемых национальных республик, первое знамя выносилось, конечно же, российское. Ну и понятно, что все бояре под названием Политбюро или царь под названием Генеральный секретарь находились в Москве. Да, назывались они, конечно, очень интересно и, так сказать, необычно, но по факту это была чистой воды монархия. От решения персонально Брежнева или Сталина зависела ситуация в стране. Никто не мог противопоставить его мнению какое-то другое. Ну а если какой-то человек попадался, то его, конечно же, сразу казнили. Вот и все. Ничего, по сути, с ситуацией в России 200 или 400 летней давности не изменилось. Крестьяне, например, по-прежнему оставались крепостными. Лишь в конце 70-х годов они получили свои первые паспорта. Ну вот представьте себе, первые паспорта через 20 лет совка вообще не стала. Факт. И это никто не сможет опровергнуть, что никакого управления из несуществующих советов не производилось. Да, делался такой общий съезд так называемых депутатов. Туда приезжали вот такие странные люди, которых направляли туда отдельные коллективы. Они исполняли роль манекенов. Сидели и хлопали по команде, как дурачки. В основном люди сидели с отключенными совершенно мозгами или спали с открытыми глазами. Все прекрасно понимали, что их нахождение на этом съезде депутатов не решает ровным счетом ничего. Так называемая пятилетка или программа на пять лет экономическая давно-давно принята. И всем понятно, что будет дальше. А если непонятно, они получат разнарядку из Москвы. Вот ровно так жили все эти несчастные 15 государств, объединенные между собой. И удерживаемые любыми путями. Третья буква в этом названии – социалистические республики. Но были ли они, по сути, социалистическими? Да, в Советском Союзе было бесплатное образование и бесплатная медицина. Нужно сказать, что эта медицина тогда уже очень сильно хромала на обе ноги. То есть медицина-то была бесплатная, но качественной она не была. Вся номенклатура и вся верхушка лечилась, как правило, за границей. Где-нибудь в Болгарии, Венгрии, а то и дальше залетывали прямо-таки в Соединенные Штаты. Это при том, что всему местному населению внушалась мысль, что там, за пределами Советского Союза, просто откромешный. Там люди погибают от голода, от непосильной работы. И я помню, что ребенком я в это верил. Вот, сделаю сейчас небольшое отклонение, у меня в детстве была книжка. Странная книжка по нынешним меркам. Но тогда вот дети в Советском Союзе, представьте, были так заморочены. Книжка эта была такой. В ней было несколько рассказов, и посвящены они были нелегкой, ужасной, тяжелой, плачевной судьбе детей в разных странах. Я хорошо помню, что первый рассказ был о негритенке Джиме, которому очень тяжело живется в Соединенных Штатах. Он не кушает, и бедный собирает хлопок на плантациях. Я на самом деле тогда верил, что некий мальчик Джим Негритенок в Соединенных Штатах работает как раб. Второй рассказ был об итальянском мальчике. Не помню уже, как его звали. Так вот, в обязанности этого мальчика входило развлечение туристов. Он должен был прыгать с вышки в бассейн для того, чтобы богатые, разжиревшие капиталисты хлопали ему в ладоши. И один раз воды в бассейне оказалось меньше, чем нужно. Мальчик прыгнул и разбился о дно бассейна. Никто даже не обратил на это внимания. Вот такие ужастики я читал в своем детстве и верил, что итальянскому, французскому, английскому, немецкому мальчику живется очень плохо по сравнению со мной, советским ребенком, у которого все хорошо, и даже есть бутерброд, и иногда мама приносит такую синюю страшную курицу, которой все в семье очень рады. Уже потом, когда я вырос, и где-то в старших классах к нам стали просачиваться иностранные журналы, пластинки, вещи, кто-то из родителей стали выезжать за границу и привозить оттуда свои собственные впечатления, вот тогда у нас и начало крышу сносить от того, что мы слышали. Мы не могли поверить в то, что нас так жестоко обманывают. Я хорошо помню, как какая-то девочка принесла к нам в класс обыкновенный каталог Отто. Ну, вот знаете, такой есть здесь каталог, где можно заказать одежду. Так вот, этим каталогам, им чуть ли не по 30-50 лет, у них очень давняя традиция продажи вещей по заказу. Мы все собрались вокруг этого каталога и не могли поверить, что то, что там сфотографировано, можно купить. Мы спросили даже учительницу с немецкого языка, это на самом деле можно заказать. Вот тут стоят телефоны, вот все, что мы здесь видим, эту мебель, эти ковры, эти кухонные приборы, эту одежду, это все существует на самом деле. Учительница, представьте, не могла ответить нам на этот вопрос. Вот сегодняшние современные, вы можете себе представить, где-то 15-летних, 16-летних подростков, которые смотрят на каталог одежды, как на какое-то чудо света и не могут понять, как этим пользоваться. Вот представьте себе, в какое состояние были загнаны все люди в Советском Союзе. Ну и, конечно, не стоит говорить, что вы за границу, а даже попадание в такую страну, как Болгария, считалось просто воплощением розовой мечты. Даже туда попадали только по очень большому блату. Ну а говорить о том, чтобы выехать в Соединенные Штаты, то нужно было быть по меньшей мере каким-нибудь политически буйным, как Буковский или евреем, в лучшем случае. И то тебя заставили бы сначала пройти все семь кругов ада. Вот таким был этот Советский Союз, который якобы охранял права рабочих и крестьян. А по факту эта страна была населена рабами. Самыми настоящими бесправными рабами, которым давали немножко поесть, для того, чтобы они создавали благо в этой стране, а пользовались этим благом исключительно верхушка, номенклатура их дети. Ну и, как вы понимаете, сейчас ничего по факту не изменилось. Тогдашняя номенклатура купалась в золоте, разъезжала на иностранных машинах, питались они исключительно деликатесами, а рабочие люди обыкновенные сидели и верили в несуществующую идею о коммунизме, который вот-вот появится. Ну и последняя буква в этом фиктивном названии «Республики». Были или существовали ли на самом деле республики? Республика, давайте сразу прочитаем объяснение этого слова, государственной строй, при котором верховная власть принадлежит выбранным на определенный срок органам власти, в основе которого даже в названии находится слово «республика», что значит «общественное дело». Итак, в республика управляется выбранным советом, то есть парламентом, и в республике должен быть президент и собственный парламент. В республиках установлена, как правило, своя собственная конституция и существует принцип разделения властей. Такая форма управления свойственна, допустим, Федеральной республике Германии или Французской республике, Итальянской республике. Да, там все это наличествует. Но в советских республиках ничего подобного не было. Непонятно было, почему они вообще республиками назывались. У них, конечно, не было никаких президентов, никакого своего собственного парламента и никакой своей собственной конституции. Я имею в виду отдельно в Грузинской республике, в Армянской, в Казахской и так далее. Была одна и единственная конституция Советского Союза, которая распространялась на все эти так называемые псевдо-республики. То есть уже по этому факту вы понимаете, что и слово «республика» абсолютно фантазийное. Эти слова не отвечали действительности. Как и сама форма существования и управления Советского Союза была выдуманы от начала и до конца. Это государство было лживым. Там все существовало на лжи. Ничего того, что мы тогда могли посмотреть на двух существующих каналах, не было на самом деле. Никакого переуполнения плана, никаких полных закромов государства, никакой сплоченности, никакой дружбы среди народов. Все это было ложью. И как только Советский Союз распался, по обоюдному согласию всех, находящихся в плену в этой тюрьме народов, тут же стали вылазить тысячами ужасающих факты воровства, издевательства над людьми, массового обогащения отдельных и обнищания всех остальных. Ну а когда бывшие граждане Советского Союза смогли вырваться за его пределы и попасть в эти самые страны, о которых мы читали ужасные книжки, некоторые даже падали в обморок. На самом деле люди не могли даже представить себе то, что они там увидели. Ну и естественно, я один из таких же людей, в начале 90-х попавший в Германию. Несколько дней хватило мне для того, чтобы оглядеться и окончательно понять, как долго мне морочили голову. Итак, все эти старички, старушки, полоумные, одевающие на себя символику тюрьмы народов. Они, конечно, могут мечтать, вернее, они эксплуатируют тему Советского Союза, но внушая таким же сумасшедшим тетенькам и дяденькам, что возрождение вот этого монстра еще возможно. Ровно, как я сейчас объяснил, никакого Советского, никакого Союза, никаких Советских социалистических республик просто не существовало. Было государство, образовавшееся в результате военного переворота в 1917 году и поглотившее, находившееся рядом с ней, более мелкие государства. В основном, конечно, силой и по принуждению. А теперь спросите всех этих, ну, например, вот этого замороченного парня, который, я абсолютно уверен, просто обслуживает тему. Спросите его, готов ли кто-нибудь, кроме живущих в России, снова вступить в союз с нею. Спросите украинцев, хотят ли они примкнуть к новому Советскому Союзу. Спросите грузин, спросите армян, спросите казахов. Кстати, представители всех этих бывших республик находятся у меня на канале. И я читаю по комментариям, что да, во всех странах есть проблемы, но тем не менее, они рады быть отдельными национальными государствами. Рады возрождению своих языков, рады, очень рады своей независимости. Так вопрос, вот к этим страдающим по Совку. Вы с кем объединяться решили? С кем вы решили создать свой новый союз? С Белоруссией, возможно? Так даже президент Белоруссии всячески отгораживается от России, как только может. А это самый близкий в культурном смысле народ по отношению к русским. Так кто же хочет или хотел бы ваш союз? Казахи? Узбеки? Может быть, эстонцы, у кого жизнь наконец-то наладилась? Может быть, украинцы, которые уже пять лет воюют с вами за свою полную независимость? Так кто же, в конце концов, хотел бы с вами вступить в этот союз? Или вы думаете, что вы опять какими-то искусственными, насильственными способами сможете подчинить себе эти независимые государства? Одним словом, если вы видите вот таких сумасшедших, поймите, что за их словами ничего на самом деле не стоит. По историческим меркам союз просуществовал мгновение, ибо 70 лет, даже не полные 100 лет, это ничто в историческом масштабе. Цивилизации и государства существовали тысячи, три или, например, пять тысяч лет, и даже от них не осталось фактически никаких следов. А Советский Союз он существует всего лишь в памяти отдельной кучки сошедших еще тогда с ума на своем российском величии. Как только это поколение вымрет, никто о Советском Союзе даже вспоминать не будет. Более молодое поколение, ну, таких как я, которые, ну, только кусочком застали Советский Союз, будут, скорее всего, его проклинать. И мы накажем своим детям, что никогда, ни в коем случае не повторяйте наших ошибок, не создавайте страшных, чудовищных государств такого типа, каким был Советский Союз.